В Запорожском районном суде продолжается судебный процесс над подозреваемым в убийстве запорожского бизнесмена Олега Яценко. Процесс подходит к завершению, но пока неизвестно, по какой именно статье будет вынесен приговор. Адвокаты подсудимого настаивают на том, что преступление было совершено в состоянии аффекта, так как представители потерпевшей стороны квалифицируют его как предумышленное убийство. За ходом очередного судебного заседания наблюдал Максим Ахрименко. На заседании, которое проходило 15 марта, судья Николай Галенчук разрешил нашей группе проводить видеосъемку в зале суда, но при этом удовлетворил просьбу подсудимого Усманова, чтобы его на камеру не снимали. Спустя два дня адвокаты подсудимого обратились к суде с новым ходатайством. Речь в нем велась о полном запрете проводить съемку в зале суда, мотивируя это тем, что присутствие видеокамеры мешает их подопечному адекватно оценивать происходящее. Проведение видеосъемки в зале суда послужило толчком тому, что я сильно перенервничал и перестал правильно понимать происходящее, что привело к тому, что я плохо поимал. Тут даже адвокат печатает не совсем понятно. Ошибки, куча ошибок. Заявленное ходатайство вызвало у адвоката потерпевшей стороны Лилии Сакварелидзе искреннее недоумение. Он говорит, что он плохо соображает, ничего не понимает. Это что, камера так действует? Ну, я не думаю, что это специалист. У нас в деле было заключение психиатрической экспертизы, которая говорит о том, что он совершенно вменяемый. А то, что он не понимал, так я не знаю, может быть, тогда действительно пусть его осматривают врачи. А причем здесь камера. Николай Галенчук принял Соломоново решение и разрешил проводить съемку. В ходе судебного заседания был опрошен один свидетель по делу об убийстве Олега Яценко, а также просмотрены кадры оперативной съемки места преступления. Вот из этого оружия Усманов производил смертельные выстрелы, а потом запрятал его в багажник своей машины. Это убийство рассматривалось правоохранительными органами как предумышленное. Однако в ходе процесса статья Уголовного кодекса изменилась. И теперь адвокаты подсудимого настаивают на том, что тот убивал Яценко в состоянии аффекта. Две разные статьи и, соответственно, два разных приговора. Если по этой статье его судят, то это максимум два года лишения свободы. А если 115-е, то это уже серьезно, это до 15 лет. Поэтому вот. И по обстоятельствам абсолютно в ходатайстве все изложено. Абсолютно нет никаких оснований квалифицировать по 116-е. Там чистейшее умышленное убийство. Без затягчающих обстоятельств. В конце заседания Лилия Сакварелидзе заявила ходатайство о доследовании обстоятельств этого дела. Если оно будет удовлетворено, то убийцу бизнесмена ждет более суровое наказание. Я полагаю, что если смотреть с точки зрения, оценивать это ходатайство с точки зрения закона, как и должно быть, так оно должно быть удовлетворено. Ну, а там посмотрим, что скажет суд. Следующее заседание решено провести 7 апреля. Возможно, это будет финальный аккорд этого судебного процесса.